Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео вы узнаете, как повысить FPS Dark and Darker, а также избавиться от лагов и фризов. Слегка настроим нашу винду, пройдемся по настройкам графики и узнаем, какие фильтры лучше всего использовать. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Спонсор сегодняшнего видео интернет-магазин KSOFT.STORE, на котором вы найдете проверенные ключики на Windows 10, 11, антивирусы, офисы и даже различные подписки. Да, бустецки это вам не даст, но тем не менее вы обезопасите свои личные данные, а приобретая комплекта можно очень хорошо сэкономить. Ну и по промокоду KASKA получите скидочку в еще 5%. Магазинчик проверенный. Все отзывы можете найти в Яндексе, Отзовике и так далее. Все ссылочки я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. В этот раз мы начнем с небольшой оптимизации нашей системы и плавненько перейдем к настройкам графики в самой игре. Нажимаем поиск, пишем панель управления, кстати. Если что, все эти способы работают как на 10, так и на Windows 11, можете не переживать. Находим электропитание, показать допсхемы и ставим галочку на высокая производительность. По желанию можно включить максимальную производительность. Как это сделать чуть позже намекну. Снова нажимаем поиск, пишем настройки, графики, нажимаем обзор, переходим в папку с игрой. Это Steam, Steam Apps, Common и Dark and Darker. Папочка Dungeon Crawler, Binares, Wincha 4. И здесь у нас есть Dungeon Crawler. Нажимаем добавить. Далее параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Переходим на стандартные параметры графики. И если вам доступно аппаратное ускорение, тогда можете его включить. Как нам пишет описание, уменьшает время задержки и повышает производительность. Если что, это далеко не всегда правда. У некоторых, на некоторых системах может быть ровным счетом все наоборот. То есть ухудшится производительность. Если у вас по дефолту уже стоит галочка на аппаратном ускорении, тогда рекомендую ее отключить, перезагрузить систему, зайти в игру, поиграть. Также если у вас Windows 11 и вы играете в оконном режиме, ставим галочку на оптимизации для игр в оконном режиме. Для видеокарт Nvidia переходим на управление параметрами 3D. Далее программные настройки. Нажимаем на список и ищем здесь игру. Если ее допустим здесь нет, нажимаем добавить и ищем уже в этом списке. То же самое, если ее нет, нажимаем обзор и уже переходим снова же в папку с игрой. Dungeon, Binares и Dungeon Crawler. Открыть. Анизотропная фильтрация. Рекомендую выбрать управление от приложения. Вертикалка. Если в игре вы ее отключаете, нажимаем выключить. GP-Rendering. Выбираем нашу видеокарту. Vulcan OpenGL DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая, доступная. Режим низкой задержки. Для слабых ПК выключаем. Для средних и выше, ну допустим 1080, потому что 1080 справится с этой игрой без проблем. Можем выбрать вкл. Для 3060 Ti даже ультра. Но будьте внимательны, может очень сильно понизиться производительность именно с ультра. Вкл это более-менее баланс. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Далее, совместима с OpenGL, приоритет совместимости. И в самом низу, фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность. И нажимаем применить. Если у вас на ПК не GeForce Experience, а Nvidia App, не забывайте, что на глобальных параметрах вы можете включить динамическую сочность RTX. Либо же любые другие фильтры. Чтоб слегка улучшить себе видимость. Частенько это может только как помочь. По сути, базовые фишки мы с вами сделали. Если необходимо углубиться чуть дальше, у меня в Телеге, либо в Дискорде, есть архивчик. Байкалская версия 2. Здесь есть настройки видеокарты для AMD, Intel и Nvidia. Далее, очистка. Обязательно очищаем периодически. То есть, это делать необходимо. Все уделяем и удаляем. Далее. Твики реестра. Тут все по желанию. Но перед этим рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. И здесь все указано. В картинках, для рукастых, для ногастых и так далее. А это у нас отключает DVRчик. Это отживчивость улучшает. И это системный приоритет. Как, что и зачем. Просто нажимаем Pkm. Далее. Показать. Изменить. Копируем, как пример, на GPU Priority. Вставляем в гугле. И читаем, что именно оно меняет. MSI мод. Pkm. Запуск код имени администратора. Да. Здесь находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. И выбираем High. Плюс, по желанию, можете сделать кое-что другое. Как пример, NVMe Express. Вместо хайпа выбирать на Анну кто-то там. То есть, ставим так. Ставим так. Как пример. Это же касается и SATA. Чтоб чисто одна видеокарта у нас имела приоритет High. Как и говорил, схема питания, максимальная производительность. Если нужно будет, подрубаем. И, конечно же, таймер Resolution. Тоже находится у меня в телеге. Открываем. Нажимаем просто максимум. Таймер у нас понижается до 0.500 мс. Не всегда. Там уже есть отдельные случаи. Ролик со всей инфой есть на канале. Можете посмотреть. Залетаем в игру. Играем. Частенько это может слегка повысить FPS. Понизить даже пинг и так далее. Но и сделать хуже. Тоже не забывайте о таких вот исходных вариантах. После этого, как поиграли, вышли, нажимаем просто Default. И закрываем. А теперь, собственно, переходим к самой игре. Посмотрим, что там по настроечкам. Ну, после небольшой рекомендации своего Boosty. Ребятки, если у вас есть желание, а самая главная возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается. Стараюсь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут. Как всем этим пользоваться? Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Первое, что нас встречает, это качество теней. Я бы даже назвал затенение. Потому что увидеть разницу теней практически невозможно. А вот то, что они создают более точное затенение, где объекты или поверхности соприкасаются друг с другом, это да, но тоже не везде. Поэтому разница по FPS не такая значительная. Переход с низкого качества на среднее никак не затронет производительность. А вот высокое качество и ультра уже скушают одинаково по 2%. Рекомендую среднее качество. Качество текстур отвечает за детализацию текстур. Визуальная разница не так сильно бросается в глаза. А вот по FPS переход с низкого качества на ультра скушает от 5% и более. Многое зависит от локации. Рекомендую низкое качество. И плюс не забывайте перезайти в игру. Иначе текстуры не изменятся. Постобработка это наложение различных визуальных эффектов, которых в Dark & Darker не так-то и заметно. Как пример, переход с низкого качества на среднее наиболее заметно. А уже высокое и ультра, ну вы сами видите, при этом производительность съедается. С низкого на среднее около 1%, на высокое 5% и ультра 7%. Как бы там ни было, но мне показалось, что низкая постобработка не так сильно затеняет. Что как раз идеально вписывается под концепт данной игры. Рекомендую низкое качество. И вот наконец-то качество эффектов, где действительно заметная разница невооруженным глазом. Отвечает не только за эффекты, но и за объекты на различных локациях. Переход с низкого качества на среднее, где-то отображает факела и меняет объекты. При этом скушает не более 1% производительности. А вот уже высокое качество, конкретно так обрабатывает очень много объектов. Да и скушает в среднем не более 3%. Ну и ультра. Если я правильно все подметил, никаких изменений. Рекомендую высокое качество. Если нужен FPS, ставьте низкое. Сглаживание и супер разрешение. В Dark and Darker втулили все в один столбик. Что я считаю правильно. Кто не в курсе, сглаживание и допустим DLSS или FSR не могут работать вместе. И сглаживание у нас здесь выключить. FXAA и TAA. Визуальная разница между ними приличная. И как по мне, TAA отлично справляется со своей задачей. А по FPS примерно по одному, но не более 2% все это добро скушает. А иногда даже и даст буст. Но скорее всего погрешность оптимизации. Если супер разрешение вы не включаете, рекомендую TAA. Супер разрешение. У нас здесь TSR, DLSS, когда-то в будущем FSR 2 и XS. TSR и DLSS справляются отлично. DLSS даже слегка обгоняет. А вот XS в этой игре слабенько. Хотя в первом потомке он был победителем. Видимо многое зависит от движка игры. Тут все просто. Если карточка RTX, выбираем DLSS. Ну, для видеокарт 3060 Ti и выше, я рекомендую выбрать TAA. Масштаб отрисовки отвечает за детализацию разрешения. Для разрешения 1440p я рекомендую оставить на сотки. Для Full HD уже есть смысл слегка повысить отрисовку. Допустим на 130 или даже 150. Если же у вас очень слабая система, то можно понизить отрисовку. Тем самым бустануть неплохо так FPS. Симуляцию ткани отключаем. Максимальную частоту кадров ставим чуть выше вашей стандартной. Если у меня 200 FPS, я ставлю 250. В меню обязательно лочим на 60. Яркость экрана рекомендую выкрутить сразу на Full. Так вам будет легче ориентироваться. Ну и конечно же режим экрана и разрешение. Режим экрана выбираем любой. Разницы по FPS никакой нет. Как это было в предыдущих играх. А вот понижать разрешение ради дополнительных кадров не рекомендую. Ведь у нас есть супер разрешение. Да, согласен. Настроя и графики в игре не так-то и много. Но что есть, то есть. Благодарю за просмотр. До скорых встреч.